Всем привет друзья! 27 марта на Алиэкспресс стартовала распродажа в честь 10-летия торговой площадки и организаторы распродажи обещают скидки до 80%. Поэтому некоторые товары из сегодняшней распаковки можете купить со скидкой, а также можете еще сэкономить с кэшбэком Backit. Ссылку на кэшбэк, а также на все товары из сегодняшней распаковки оставил вам в описании к видеоролику. Спешите что-нибудь урвать со скидкой, ведь распродажа закончится уже 1 апреля. Ну и давайте начинать. Попросили меня заказать ланчбокс с подогревом. Подогрев работает от сети 220 вольт. В комплекте идет небольшой мануал и сам ланчбокс. Сделан девайс полностью из пластика, у продавца имеется в наличии несколько расцветок. В комплекте с ланчбоксом идет небольшая пластиковая ложка, которая находится в специальном отсеке, расположенном в верхней части крышки. Также здесь находится силиконовый клапан и удобная складная ручка для переноски. Крышка закрывается на 4 фиксатора, уплотнительной, резинки никакой нет, то есть что-то жидкое, например суп, в этом контейнере переносить вряд ли получится. Внутри находятся два отсека, в одном из которых лежит провод питания, а в другом еще один небольшой контейнер для салата, например. Общая емкость обоих отсеков составляет чуть больше 1 литра. На передней части контейнера находится светодиодный индикатор питания устройства, с правой стороны под резиновой заглушкой расположилось гнездо для подключения сетевого кабеля. Кстати, при выборе такого ланчбокса у данного продавца будьте внимательны, так как имеются версии на 110, 220 и 12 вольт для автомобиля, а также европейские и китайские вилки. Решил немного потестировать это чудо. Из заявленных 40 ватт мощности, к сожалению, только чуть больше 30. Налил я холодной воды из-под крана в обоотсека и начал ждать. Примерно за час вода нагрелась до 40 градусов, но тут и термометр не такой уж точный и не для этого он предназначен, да и проверял я с открытой крышкой. Затем я решил проверить закрытой крышкой и налил воды только в большой отсек. Примерно до такой же температуры вода нагрелась чуть больше чем за полчаса. Будьте внимательны, во время работы дно прилично нагревается, бывает что даже до 80 градусов. В общем, что хочу сказать. Это не микроволновка и никаких тут супер быстрых разогревов пищи от этого устройства ждать не стоит. Можно подогреть пищу, например, на работе за час-полтора до обеда, включить его в сеть и обед разогреется за это время. Из плюсов могу выделить следующее. Для различных блюд есть отсеки, поэтому пища не перемешается, останется свежей, сохранит свой естественный вид и вкусовые качества. Легко транспортировать, компактный размер коробки, плюс ко всему еще и небольшой вес, всего около 500 грамм. Относительно невысокая стоимость. Цена на момент покупки чуть больше 700 рублей. Из минусов это отсутствие кнопки включения, хотя я не думаю, что это прям самый большой минус. Повторяю, что это не микроволновка и предназначен этот ланчбокс для транспортировки пищи. Аппарат неплохой, если взять допустим версию на 12 вольт, то можно брать с собой обед в поездке, если вы часто куда-то путешествуете на автомобиле. Советую присмотреться к данному товару. Хочу показать вам и рассказать про пауэрбанк одной очень известной фирмы в Китае, Базеус. Базеус зарекомендовали себя отлично как в Китае, так и за рубежом. Производит качественную электронику, гаджеты и аксессуары к ним. Емкость батареи 20 000 мАч, а номинальная емкость 12 000 мАч. То есть в нем установлена батарея на 20 000, но при коэффициенте преобразования энергии примерно 75%, отдать он сможет всего 12 000 мАч. В комплекте идет сам пауэрбанк, к нему мы еще вернемся чехол для переноски девайса, немного макулатуры и стикеры в качестве подарка от производителя. Это наверное единственный пауэрбанк, который не имеет в комплекте USB кабеля для зарядки. Корпус сделан из металла, поверхность матовая. Сбоку имеется единственная кнопка, при нажатии на которую можно посмотреть остаток заряда аккумулятора в процентах, напряжение на выходе и ток протекающий во время зарядки. Все значения выводятся на небольшой дисплей, расположенный на передней части девайса. Конечно на камеру не особо видно этих значений, но на практике проблем с читаемостью не наблюдается. Итак, что у нас по разъему. Слева направо располагается Type-C разъем, который работает как на заряд встроенного аккумулятора в пауэрбанк, так и для зарядки ваших гаджетов. Отдавать согласно заявленным характеристикам этот разъем должен при 5 вольтах максимум 3 ампера, при 9 вольтах максимум 2 ампера, а при 12 и 1,5 ампера. Да, этот пауэрбанк поддерживает протоколы быстрой зарядки Quick Charge 4.0 и Power Delivery 3.0. Далее идет Lightning разъем для зарядки самого пауэрбанка, то есть его удобно использовать с яблочными смартфонами, имея на руках лишь один провод. Под ним находится microUSB разъем, также для зарядки встроенного аккумулятора и можно использовать этот девайс, также имея один кабель microUSB. И справа расположились два порта USB-A, которые выдают при 4,5 вольтах максимум 5 ампер, при 5 вольтах максимум 4,5 ампера, при 9 максимум 2 ампера и при 12 и 1,5 ампера максимум. Девайс неплохой, в руке сидит отлично, у продавца имеются разные расцветки этого пауэрбанка, а вес его составляет 400 грамм. Тестировал я этот пауэрбанк, да так натестировался, что с моего тестера слетела прошивка и к сожалению не знаю как его восстановить. Продавец этого тестера ничего внятного сказать не может. По поводу отдачи могу сказать, что заявленным характеристикам девайс соответствует, выдает все заявленные напряжения и ток. При замере емкости пришлось прибегнуть к старому доброму USB-тестеру. Отдал пауэрбанк больше 14000 мАч. То есть и с емкостью все в порядке, даже с запасом. Из плюсов могу выделить реальную емкость, поддержку протоколов быстрой зарядки, порт Lightning на вход, а также быстрая зарядка самого устройства. Минус тут только наверное один, это отсутствие кабеля, а в целом пауэрбанком доволен. Ссылка на официальный магазин Bazeus на Алиэкспресс ждет вас в описании. Скоро уже лето, да и сейчас солнце бывает слепит глаза. Решил я прикупить на Алиэкспресс солнцезащитные очки, там их просто огромный выбор. Заказал себе несколько пар, какие-то еще в пути, а сегодня покажу вам вот такую модель. Приходят в коробке с картона и в пути ничего не пострадало. Очки эти с поляризованными линзами. Поляризованные линзы будут полезны, если вы собираетесь заниматься активным отдыхом, таким как катание на велосипеде, на лыжах или просто бег или рыбалка. В очках с обычными солнцезащитными линзами ваши глаза конечно же будут получать полную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Но если отраженный солнечный свет в яркие летние дни силен, глаза скажут вам спасибо только тогда, когда вы купите им солнцезащитные очки с поляризацией. Люфтов дужек не обнаружен и сделаны очки неплохо. Да и смотрятся они вроде бы ничего, но на мой фейс очень сложно подобрать очки. Напишите в комментариях идут мне эти очки или нет. Мне кажется, что мне надо подобрать другую модель. Цена этих очков на момент покупки всего 195 рублей. В этом большом пакете пришел полезный девайс для предметной фотосъемки. Это фотобокс или лайтбокс и подходит для фотосъемки небольших предметов. В комплект идет микро-USB кабель для питания светодиодной подсветки, два матовых фона, черный и белый и сам лайтбокс. Лайтбокс приходит в сложенном состоянии, да в таком сложенном, что еле его раскрыл. В пути немного пострадал один угол, но критичного в этом ничего нет, так как этот угол при съемке не будет видно, все закроется фоном. По размерам он достаточно компактный, сделан из тонкого пластика. Сам бокс держится на пластиковых заклепках по бокам. Если вы любите что-то фотографировать или хотите начать заниматься фотографией, а может вам по работе необходимо что-то фотографировать, то советую присмотреться к такому фотобоксу. Вот такие хорошие снимки в итоге получаются. Цена на момент монтажа видео меньше 500 рублей. Думаю, что это не очень уж и дорого, а при желании такой бокс можно сделать самому. Вам же наверное не нравится гонять зубную пасту в тюбике и бороться за каждую каплю, чтобы использовать ее до конца. До этих случаев в Китае сделали просто гениальное приспособление. Это своеобразный диспенсер зубной пасты. В данной модели тюбик пасты накручивается на ролик с каждым поворотом ручки. Щель между двумя стенками достаточная для того, чтобы сквозь нее прошел пустой тюбик и поднял остатки средства выше к отверстию. На нижней части выдавливателя имеется прорезиненный материал, предотвращающий скольжение устройства. В внутренней части выдавливателя находится подпружиненный механизм, который и выдавливает остатки зубной пасты. Испытал я сразу же этот девайс и остался доволен. На удивление за свою цену все работает исправно. Паста в тюбике не остается, плюс ко всему диспенсер служит еще и подставкой для тюбика. Несмотря на свою цену, всего 120 рублей на момент покупки, пластик оказался весьма хорошего качества. К покупке данной изобретения китайских инженеров могу смело рекомендовать. Сумка-бананка. В 90-х годах был настоящий бум на новую форму аксессуаров по закону цикличности мода. А также благодаря особому удобству ношения, сумки-бананки вернулись в 2018-19 годах. Сейчас 20-й год, но эти сумки по-прежнему в тренде. Есть много различных вариантов исполнения таких сумок. На сегодняшний день сумкой-бананкой можно считать сумку любой формы, которая носится на поясе. Большинство современных сумок-бананок могут с легкостью трансформироваться и носить ее можно как на поясе, так и на плече благодаря длинной ручке, что идет в комплекте. В моем случае сумка имеет три отсека на молнии, и как заявляет производитель, здесь усиленная двойная строчка. И действительно, качество пошива меня порадовало. Есть, конечно, пара торчащих ниток, но прошито все качественно. Подходит сумка для хранения денег, кошелька, карт, телефонов, солнцезащитных очков, ключей и других мелких предметов. Материал изготовления данной модели – канвас. Пожалуй, самый популярный материал в последнее время для пошива современных тканевых рюкзаков и сумок. Ремень имеет регулировку длины от 65 до 130 сантиметров. Носить сумку, как уже сказал, можно на плече, как за спиной, так и на груди или на поясе. Цена на момент монтажа видео меньше 300 рублей. В целом сумка мне понравилась, к покупке рекомендую. Эта посылка не из Китая, но на Алиэкспресс этот товар тоже можно купить. Приобретался данный товар на малоизвестном сайте и ссылочку на него на всякий случай оставил вам в описании к видеоролику. В общем, это рыбацкая тема. Катушка Шимана Сахара. Модель это 2017 года. Вес данной катушки в типоразмере 2500 составляет 250 грамм. На ней установлено 4 шариковых и 1 роликовый подшипник. Передаточное число 5.0 к 1. Существует разновидность катушек Сахара-17 с высокой передаткой. В названии таких моделей встречается маркировка HGS. Тормозной механизм рассчитан на усилие в 9 кг, чего будет достаточно для ловли трофейного хищника. Сделана катушка из прочного алюминия. Фирменная шпуля со скошенным бортиком оснащена передним фрикционом, способным выдерживать значительные нагрузки до 11 кг. Из дополнительных комплектующих в коробке с катушкой вы найдете набор шайб, с помощью которых можно будет отрегулировать качество намотки шнура на шпулю. Много рассказывать про нее смысла нет, так как нужно смотреть, как она покажет себя в деле. Но судя по многочисленным отзывам владельцев катушек данной модели, они довольны плавной работой катушки, красивой намоткой и безотказной работой на вываживание крупной добычи. Цена такой катушки на Алиэкспресс порядка 4800 рублей. На том сайте, где брали мы эту катушку, она сейчас стоит ровно 5000, ну и плюс за доставку с деком придется доплатить порядка 300 рублей. Ну и спасибо вам, что досмотрели это видео до конца, ссылки на все товары из сегодняшнего видео ждут вас в описании. Не забывайте, что распродажа закончится уже 1 апреля, так что успейте что-нибудь рвать со скидкой. Ну а с вами был как всегда Иван, и это канал Обзоров. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok